В первом матче 1.32 кубка ИФА Ротор продемонстрировал в шведскому эребру все те свои лучшие качества, которым эксклюзивно присущи атлетизм и комбинационность в атаке. Это стало ясно с первого же минуты, равно как и то, что по закону сохранения вещества и энергии. Чего-то в игре волгоградцев не хватало. Шведов нельзя было назвать изобретательными в атаке, однако в нескольких эпизодах им удалось нагнать страху на Захарчукова в отчину. Оборонительные действия для хозяев были явно делом вторым. Впереди же у них ладилось гораздо лучше. Связано это было в первую очередь с тем, что каждая атака Ротора опиралась на по меньшей мере одну персонифицированную константу Олега Веретенникова, характерный для всей игры эпизод. Ротор в затянувшемся штурме ворот Карлсона. Мяч, несмотря на все усилия шведов, никак не может покинуть штрафную. Волгоградцы все делают быстрее вдвое, а Веретенников даже втрое. Вторая добавленная минута первого тайма. Шведам уже хочется на перерыв, и на фоне их усталых перемещений по полю, гол, организованный Веретенниковым и Бурлаченко, выглядит стопроцентным тренировочным упражнением 1-0. Во втором тайме та же картина, на которой удивительным образом сохранился цветовой дисбаланс в игре разных волгоградских линий. В атаке по-прежнему более чем все в порядке. Постоянное давление, закономерным итогом которого становится гол Веретенникова. В Вороне некоторая несобранность, усугубленная еще и медлительностью защитников, что само по себе самое удивительное. Сухую победу волгоградцев спасает лишь голова Беркетова, однако там, где тонко, в ответной игре может и порваться, даже при разнице в два мяча.